Всем привет, друзья! Вот в таком необычном ракурсе сегодня будет у нас распаковка. Пришел лэптоп от компании Chuwi. Есть две разновидности, ссылки все в описании, технические и характеристики в описании. Есть разновидность на Intel Z8300, а у меня чуть получше как бы процессор Z8350. Не помещается в обычном возле окна сделать распаковку в таком виде, поэтому сделаем вот с такого ракурса. Посмотрим, что да как. Запаковали очень хорошо, приобретался в магазине Gearbest, доставка DHL, пришлось мне доплатить. А, вот здесь вот открывается. Видите, упаковка очень хорошая, дошло, в принципе, быстро. Просто очень интересно, здесь все еще и проклеено. Да, в общем, с упаковкой придется помучиться. Сейчас разберусь, как оно все так делаем. А здесь вот такая штука есть, за нее, видимо, нужно просто потянуть. Но здесь они еще для верности все это дело замотали скотчем. То есть потянуть, видите, проблематично. Вот путь, за какой путь нужно тянуть, нужно еще и вот таким вот образом это все дело, оказывается, у нас открывается. В общем, главный критерий выбора, помимо цены, это то, что экран не менее Full HD разрешения. Диагональ. Было важно мне, чтобы была очень большая диагональ, вот в такой вот очень плотной упаковке, коробке. Там еще есть пупырки немного. Так, все вскрывалось, проверялось, вот я вижу. Диагональ экрана, процессор, ну, Intel Z8300, у вас, я думаю, как бы других вариантов здесь нет. Вот так вот выглядит коробка. Вот такие вот знаки. То есть диагональ, видите, LabBook даже это называется, в HD. Вот данные о процессоре. 64-битный процессор. Частота 4 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Так, открываем, смотрим. Полный обзор будет, естественно, намного-намного позже. Вот так все это выглядит. Еще немаловажным аргументом в выборе данного девайса, то есть упаковано очень хорошо. Вот смотрите здесь, полностью все запаковано. Так, здесь еще что-то есть. Вот здесь, видимо, какие-то инструкции. Windows лицензионный, 10-ый здесь стоит. Мне это необходимо для монтирования видео. Я думаю, кто монтирует видео, прекрасно знает. У меня ролики несложные, там никаких особых наворотов и не нужно. Вот такая вот, такие уплотнители хорошие. Для чего это нужно? Для того, что у меня, например, домашние два персональных компьютера, оба на Windows XP, ребят. Очень многие программы, типа After Effects, Adobe Premiere, они поддерживают только Windows 7 версии и выше. И, кроме того, это необходимо мне для прошивок смартфонов. Часто приходится там накатывать прошивки. Так, мой кот здесь балуется. Накатывать прошивки и там также такая же проблема. Вот у Xiaomi, например, Mi Flash, их программа, она видит только 64-битные операционные системы, то есть работает только с ними. Вот такие вот бумажки здесь в комплекте идут. Никому, я думаю, это неинтересные, кроме моего кота. Так, смотрим, здесь комплект поставки, я думаю, да, вот скромный зарядное устройство, вот такой вот крупный блок. Так, смотрим. Выходное. 3 ампера, на 3 ампера. Так, вот так вот, чтобы было вам видно. Уже с европейской вилкой, там, по-моему, сейчас американская вилка есть. Опять же, ссылки все в описании. Если будут специальные купоны для нашего канала, для нашей группы, обязательно сообщу. И вот так вот выглядит зарядное устройство. Обратите внимание, вот какой штекер. Тест, тест. Открытие одной рукой, как видите, спокойно одной рукой открывается. То есть это очень важный тест. Ничего не прыгает, не скачет и пахнет он таким навьем. Так, вот так все это выглядит. Матовый экран. Минус у многих китайских планшетов, если это специально не оговорено. Здесь, видите, нету кириллицы, русских букв нету, только латиница, но можно наклеить. В полном обзоре расскажу, как я решил данную, так сказать, проблему. Не знаю, заряжен, нет. Вот есть здесь фронтальная камера. Но фронтальная камера чисто для того, чтобы... Он тяжеленький. Данные. И вот так вот все это выглядит. И разъемы. Вот смотрим по разъемам, что здесь у нас есть. USB. Далее здесь разъем вот для питания. Micro HDMI, по-моему, есть. Можно вставить карту памяти формата. Micro SD. Наушники 3,5 мм. И здесь еще один разъем. Micro USB, видимо. Да, HDMI. USB. USB. Два USB. Micro USB нету. HDMI. Два USB. Ну, подробнее в описании посмотрите. Я там все напишу. Потому что я сейчас сам смотрю. Это первый вообще вот такого рода девайс из Китая, который я заказал. Рискнул, в общем, заказать, потому что цена все равно не очень высокая за такие вот характеристики. Вот такое вот первое знакомство. Итак, на что я обращал внимание. Экран. Разрешение не менее Full HD, а чем больше, тем лучше. Емкий аккумулятор. Здесь, по-моему, 10 тысяч миллиампер часов. Простота использования. Лицензионный Windows 10. Я попробую сейчас включить. Посмотрим, он вообще работает. Нет. Может, его заряжать надо. Вот, включается. Все работает. Так, сейчас посмотрим первую загрузку, как мы обычно делаем. И надо будет посмотреть. Там все это уже не на камеру. Будем разбираться, что-то как. Все просто. Стандартная клавиатура. Мне нравится, что он большой. Для меня очень важно было, чтобы диагональ экрана была побольше. Я его покупал не для игр, а только для того, чтобы монтировать, возможно, видео, прошивать смартфоны и использовать, как продвинуть такую печатную машинку для работы, для написания новых новостей и так далее, и так далее. И основной своей работы. Кто не знал, я... Это не моя основная работа. Ведение блога. У меня есть основная работа, которая приносит основной доход, так сказать. Так, вот первый запуск системы. Тачпад панель. Вот так вот выглядит. Все на английском языке. Возможно, нужно подгрузить русский. Современные системы, видите, они рассчитаны на то, чтобы пользоваться беспроводными технологиями. То есть, минимальное количество различных разъемов. Но это плохо, конечно. Чем больше, тем лучше. К этому лэпбуку, лэптопу нужно обязательно, я думаю, докупить какую-нибудь беспроводную мышь, чтобы уж совсем было все вот такое вот беспроводное. Все, ребят, я буду разбираться. Вот так вот выглядит данный девайс, данное устройство. Открывается, закрывается. Так, продавливается немножко и сразу. Очень шустро работает. Как видели, очень быстро загрузилось. Вот этот вот значок Internet Explorer. Давненько таких, в общем, не видел. Забавно. Привыкли к хрому. Пока закроем. Очень шустро все работает. Пока все нравится. Но уже после месяца, может полутора месяцев, может двух месяцев, в зависимости от интереса, расскажу об этом девайсе поподробнее. Есть вопросы, оставляйте в комментариях. Вступайте в нашу группу, чтобы узнать все самые актуальные новости. И обязательно подписываться на новое видео. Очень много интересного нас ожидает в ближайшее время. Удачи, ребят. Увидимся.